Доброе утро! Можно сказать, что это мероприятие – это подарок администрации города Ханты-Мансийска нашим мобилизованным югорчанам, которые проходят сейчас военно-учебную подготовку в гарнизоне поселка Илань. Ну и это мероприятие было еще и приурочено ко Дню военного связиста. Концерт был патриотический. Мы исполняли песни о родине, о нашей огромной России, о мощи российской армии. В концерте приняли участие артисты культурно-досугового центра «Октябрь». Это вокальный ансамбль «Славяне», заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры Юрий Сорокин и артист культурно-досугового центра «Октябрь» Михаил Бешанов. Помимо этого, ребята исполнили еще и песни под живой аккомпанемент, и под гитару, и под гармошку. Куда же без гармошки-то? Да, да. Руслан, как восприняла публика? Вот вас и тебя как артиста, ты же видишь эту атмосферу, ее чувствуешь непосредственно. Ну и мы понимаем, что там наши ребята уже находятся достаточно продолжительное время, они учатся. А тут концерт, патриотика. Наши же югорчане поздравляют своих. Ну, ребята отнеслись очень положительно к тому репертуару, который мы исполняли. Они подпевали, пели вместе с нами. Мы прям, такой подъем был, такая отдача оттуда. Не на многих концертах, которые мы проводим здесь, есть такая отдача от людей, которые принимают. И очень многие, когда мы уже закончили, ребята уже уходили в расположение, очень многие передавали большой привет, говорили большое спасибо, понимали, там, давайте, спасибо, что приехали, нам подняли настроение, мы теперь с таким внутренним подъемом. Подъемом. Да, и прям... Вы висели флаг Югры. Да. Да. Но мы знаем, что на этом подарки не закончились. Нет. Рассказывайте. Дело в том, что, поехав туда, дети города Ханты-Мансийска передали нам свои письма. Их ни много ни мало было 613 писем. Это, знаете, такие маленькие конвертики, в которых, глядя на них, ты понимал, что ребенок пишет и понимает, кому он пишет и о чем он пишет. Эти письма вручались перед концертом нашим югорчанам, нашим соотечественникам, которые с таким теплом, сидя за 15 минут до концерта, они, знаете, можно сказать, трясущимися руками держали эти письма, читали, и было видно, что им это было необходимо. И помимо этого еще Совет ветеранов во главе с Ларисой Трофимовной Шаповаловой передали церковные пояса, на которых были написаны молитвы Пресвятой Богородице. Ну, в простонародье вообще считается, что это оберег для любого человека. И вот мы передали эти пояса, 50 штук, от Совета ветеранов нашим солдатам. Ну, собственно, как атмосфера? Вот уже вам, как людям там побывавшим, да, понятно, что был концерт, но было и время и до концерта, и после концерта. Какая атмосфера вообще творится? Атмосфера, знаете, такая атмосфера единой, огромной нашей России вот в таком небольшом гарнизоне. Это, знаете, команда наших югорчан, которые сплотились в данной ситуации, которая сейчас у нас в стране. Ну, слушайте, идея потрясающая, идея потрясающая, поехать вот такой культ-бригадой, таким творческим десантом, поздравить, настроить, да и просто подарить хороший вечер, отвлечь ребят, да, от учений немножечко, да, и насладиться этим концертом. Волновались перед выходом? Артисты вообще всегда волнуются перед каждым выходом, перед каждым выступлением? А здесь вот было какое-то особенное чувство? Наверное, что он, да, скажет. Как говорят, если артист выходит на сцену и не волнуется, то он у него... Ну, это в любой профессии. Да, он уже не артист. Это внутренняя деградация, да, тут профессиональное выгорание. Такие разные есть термины. Если артист выходит и не переживает, не проживает песню, он не может передать вот этот свой настрой, настрой того, кто написал музыку, слова, передать это зрителю, то тогда, ну, просто не стоит выходить. Это должно быть внутреннее... Поэтому вышли и сделали. Вышли и сделали. Слушайте, ну, очень круто. Очень круто. Спасибо огромное. Спасибо. Что, во-первых, пришли. Во-вторых, что съездили. Нет, во-первых, что съездили. Во-вторых, что пришли, об этом рассказали. Мы желаем вам доброго, бодрого утра. С гостями прощаемся. С вами жумится 2-2,5 творческих минут. Дождитесь.